Город Лачин в Нагорном Карабахе не отдают под контроль Азербайджана. Огонь по нефтяным объектам Баку. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Мэр города Лачин Нарек Александр уверяет, что до сих пор нет четкого понимания ситуации относительно передачи населенного пункта Азербайджану. Он отмечает, что в данный момент Лачин в Нагорном Карабахе не отдают под контроль Азербайджана. Несмотря на договоренности от 10 ноября, до сих пор нет понимания относительно возврата Азербайджану некоторых населенных пунктов. Мэр города Лачин Нарек Александр уверяет, что до сих пор нет четкого понимания ситуации относительно передачи населенного пункта Азербайджану. Он отмечает, что в данный момент Лачин в Нагорном Карабахе не отдают под контроль Азербайджана. В течение недели появлялись противоречивые сообщения о том, что жители должны собирать вещи и покинуть город до 30 ноября, однако точных данных никто пока не дал. Нарек Александр уверяет, как ему сначала дали информацию о том, что нужно покидать город, а позже ее опровергли. Сообщается, что некоторые люди уже покинули город, другие собрали вещи, но войска Азербайджана пока не подошли к городу. Вчера была такая информация о передаче управления азербайджанцам, но сегодня она не подтверждается, сказал Александр. Сам мэр находится в городе, где до сих пор остается много жителей, которые не хотят, чтобы их постигла участь жителей Юга Карабаха, не успевших вывезти имущество. То передаем город, то передаем управление, ничего не понятно. Поэтому, чтобы в последний день вдруг не выяснилось, что мы теряем город, желательно, чтобы люди перевезли свое имущество, сказал Александр. Сейчас, по его словам, в городе около 800 человек. Некоторые только начали вывозить вещи, другие уже вывезли. Попытки связаться с главой Кашатакского района пока успехом не увенчались. Одна из российских ракет Искандер, выпущенных вооруженными силами Армении по территории Азербайджана, была нацелена на окрестности столицы этого государства. Скорее всего, целью ВСК Армении были объекты предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана. Как пишет телеграмм, канал Бакинский дворик, со ссылкой на российского военного эксперта, замдиректора Российского института политического и военного анализа Александра Храмчихина, российская ракета Искандер, находящаяся на вооружении армии Армении, была выпущена по окрестностям азербайджанской столицы 9 ноября за несколько часов до подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Я так понимаю, что Искандерами все-таки стреляли по нефтяным объектам Баку. На сто процентов утверждать не могу, но похоже, что это именно так, рассказал российский военный эксперт. Отметим, также российская ракета Искандер в октябре текущего года была выпущена по центру азербайджанского города Генджа. В ближайшее время Армения намерена перейти на пользование немецкими системами борьбы с беспилотниками, полностью отказавшись от аналогичных систем производства России. Недалек тот час, когда Армения присоединится к странам постсоветского пространства, для которых Россия перестала быть приоритетным поставщиком вооружения. Первый звонок уже прозвенел. Армения отказалась от использования российских систем борьбы с беспилотниками и намерена закупить европейские системы. Причина более чем банальна. Российское оборудование оказалось совершенно бесполезным, когда вооруженные силы Азербайджана начали использовать закупленные в Турции ударные беспилотники. Именно с помощью беспилотников военные Азербайджана в Нагорном Карабахе уничтожили огромное количество военной техники армии Армении. Столь большой ущерб и заставил власть и армейское начальство Армении посмотреть в сторону немецких систем борьбы с беспилотниками. Более того, контракт на поставку в Армению новых комплексов из Германии уже заключен. События в Карабахе показали, что постепенно отказывающиеся от российского оружия и перестроившиеся в соответствии с современными военными стандартами армия Азербайджана оказалось значительно более эффективной и боеспособной, нежели вооружаемая Россией и воюющая по старинке армия Армении. По сути, события в Нагорном Карабахе, поражение Армении и победа Азербайджана стали колоссальной антирекламой российского оружия. Весь мир увидел, что с ним победить невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем телеобращении к нации заявил сегодня, 27 ноября, что местная оппозиция стремится посеять хаос и переместить войну внутрь страны. Они пытаются обеспечить свое возвращение к власти через кровь, как делали всегда. «Я уверенно говорю вам, что мы этого не допустим. И не потому, что мы держимся за власть, а по той причине, что гордый армянский народ этого не хочет», – сказал Пашинян. По его словам, оппозиционные силы намеренно распространяют дезинформацию, направленную против властей. Тем самым они пользуются ситуацией, которая сложилась в результате неудачи армянской стороны в недавней войне в Карабахе, считает премьер. Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить свое возвращение к власти. Но им это не удастся. Они не смогут настроить народ против законного правительства, выразил уверенность глава правительства. Последние дни ряд оппозиционных партий республики проводят в Ереване митинги с требованием сложения Пашиняном полномочий главы Кабмина, формирования переходного правительства и проведения досрочных парламентских выборов после истечения определенного периода стабилизации в стране. Лидер партии Просвещенная Армения и одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян обратился сегодня, 27 ноября, к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту прав армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, а также их возвращение на родину. Как отметил Марукян на своей странице в Facebook, реализация одного из пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, предусматривающего обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, находится под угрозой и требует личного вмешательства главы российского государства. Вам должно быть известно о тяжелом социальном и, что еще важнее, о психологическом состоянии семей, которые даже не знают, где находятся их сыновья, мужья, братья и внуки. Помощь матерям, женам и сестрам в деле нахождения, обеспечение защиты и возвращение их близких, попавших в плен и удерживаемых в Азербайджане. Благородная миссия, которая исходит из общечеловеческих и гуманитарных соображений и ценностей, говорится в открытом письме Марукяна. Ранее омбудсмен, не признанный Нагорно, Карабахской республики Артак Бегларян сообщил, что у него есть данные о 50-60 пленных армян, но из них идентифицированы лишь 30 человек. По его словам, возглавляемым им ведомством подготовлено несколько докладов на эту тему, но принято решение пока не публиковать определенные подробности, поскольку они содержат слишком много фактов жесткого обращения с пленными. Бегларян также сообщил, что располагает информацией о намерении азербайджанских властей организовать военный парад с участием пленных армянских военнослужащих. В сети распространены видео, на которых азербайджанские военнослужащие подвергают пыткам и применяют насилие в отношении армянских пленных. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.